доброе утро 7 у кого-то только утро а у меня уже не утро я уже успела позавтракать умыться пропылесосить везде послушать новости в новостях говорят только о том что после 10 мая уже будем открываться и может быть даже 11 мая через две недели я уже смогу пойти на работу ну конечно вчера что у нас было это был абсолютный трэш с родителями я не думал что я думал все-таки спать они были ответственные но оказалось это такие же люди как и везде в общем до трендец какой-то был вы знаете что сам безответственность без ответственность людей зашкаливает причем они это даже не скрывают например разрешили одному родителю выходить там с тремя максимум тремя детьми так каждый родитель брал себе по ребенку и ходил гулял как ни в чем не бывало типа это это там вот идут не мои дети не моя жена я вот тут отдельно вообще можно было выходить знаете а бабушка вышла с грудным ребенком мама вышла с другим ребенком папа вышел с собакой зашибись вся семья в сборе можно гулять и не хочу что я не знаю вот они там разговаривают что там откроется посмотрим посмотрим с такой ответственностью наших граждан как говорится дай бог чтобы нам еще до осени не сиделось на этом гребаном карантине вот такие вот таких вот безответственных людей а еще меня знаете что бесит когда но все же так делают а я чё не могу ну вот поэтому все так и ходят все так и делают себя с и начните сначала потом на других смотрите девчон поэтому я вчера утром такая радостная была такая оптимистичная потом когда после обеда посмотрела на весь этот беспредел в социальных сетях по телевизору и и если честно это в общем меня полезли глаза на лоб такой безответственности людей парки были переполнены не у нас других городах чем трындец такие люди дебилы если честно мой это не детьми не детям разрешили гулять а всем остальным смысл тогда разрешать остальным делать спорт заниматься спортом например если я побегу спортом заниматься какой-нибудь не в парк никуда нигде не дети ходят на дождь было тогда разрешить всем чтобы кто-то выходил спортом занимался кто-то с детьми гулял потому что смысла я вообще не вижу что вот после 2 мая можно спортом заниматься кому надо было кто хотел выйти вышел уже вчера и сегодня выйдут потому что никто не работает и завтра выйдут и в общем да трындец а я сегодня даже хочу накраситься потому что да я сегодня пойду в магазин валькампу за фруктами и там кое-что тоже куплю сделаю сделала список не хочу намалеваться быть красивой правда в очках и в маске не совсем это будет видно как говорится чтобы рука вспомнила все друзья выгляжу как человек но сейчас еще оденок надену кроссовки я так давно не надевала ничего кроме спортивного одежды костюмов и все домашних я даже накрасилась губы естественно не буду красить потому что пойду на морднике в общем да ну чувствуешь себя по-другому когда одета так что сейчас погуляю с чарли да у нас сегодня развлекательный момент мы будем сегодня развлекаться я вчера в фейсбуке или не в фейсбуке не помню где вычитала что в нашем городе уже неделю нет ни зараженных ни смертей тем более поэтому как-то знаете хожу более уверенно зачем глаза красила более уверенно и не боясь на улице все равно народу мало но уже не так мало как можно сказать недели две назад ладно возвращаемся потихоньку к жизни на мордниках такая ситуация смешная произошла и дом мужчина подошел у меня такое говорит и пока пока по-русски на по испании в испанском тоже есть слово пока то есть сюда бен пока это иди сюда например да вот и но там сразу было понятно что мне по-русски сказал пока пока типа до свидания и я вообще его не устал потому что ушел в маске а это был это муж одной знакомой муж одной знакомой меня то сразу понятно что русская да но русской меня узнать легко а его нет потому что мужики они все одинаковы тем более в маске и он такой смеется говорят мы сейчас все в масках не узнаем друг друга я говорю это точно вот так вот пройдешь мимо и не поздороваешься например своей подругой или еще с кем иду таким вот улица 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 родная вот наша поликлиника ну куда вот когда врачи назначают тебе терапевты разные кровь сдают вот видите люди на улице стоят и внутри очередь раньше внутри там было сейчас на улице все стоят спокойно а вот на почту до очередь еще большая ну вы знаете раньше эти очереди все стояли внутри здания а сейчас они стоят в наружи то есть все то же самое только на свободе как говорится просто сейчас хорошая погода поэтому можно на улице постоять а вот когда будет жара 40 градусов туда особо не постоишь на улице а сейчас мне кажется даже это нормально но вот чтобы они внутри все толпились а то вот стоят все на улице какая разница никакой погуляла с чарли зашла фруктовый магазин вы знаете я поняла почему полиция теперь кидаются на людей с собаками потому что меня сегодня опять ну как не остановили но скажем так проинформировали что ли в общем все люди ходят с покупками детей мало очень это да что есть то есть детей очень мало вот и я иду такая себе я иду такая вся в дочи габана вот и значит останавливаются полиция причем на гражданской машине и говорит он мне значит куда идешь я говорю собакой гуляю нельзя гулять я на него в смысле от дома было но не в стопе три улицы на наверх к нам у нас фруктовый магазин шла вот я думала вроде бы как я не шла сгуляла с собакой можно все как нельзя гулять кем как нельзя гулять а как же он будет субботы но он так мило прям поговорил культурно мило вот вышел второй тоже тут еще девушка с собакой тоже шла у нее без поводка шла собака а она такая чё говорит я говорю что нельзя гулять с собаками на как так не знаю вот и в чем они нас более как при более проинформировали чем что-то там знаете против нас казали ли что говорит субботы можно будет гулять так знаете вот он прям так субботы можно гулять собаками куда хотите а сейчас нельзя я говорю а какая дистанция он говорит 50 метров от дома нужно с собой взять бутылочку вот прям как я с такой же интонацией вот как он говорит нужно взять собой бутылочку кстати у меня бутылка всегда стоит с мыльным раствором и говорит если он у вас там пописал то нужно все это смыть вот а в субботу вы уже сможете гулять вот я куда говорю а дистанцию случайно не знаете он говорит нет дистанцию мы пока не знаем нам в обтурник это скажет вот и что-то там еще девушка такая ну ладно а девушкин год и собаку нужно держать на привязи он такая да хорошо вот а субботу и опять а субботу вы сможете гулять если говорить это все будет хорошо я такая хотел сказать глядя на детей и родители не даже не на детей а родителей то не знаю сможем мы гулять или не сможем в общем зашла фруктовый магазин мне не спору мушмалу нравится брать фруктовых магазинах а валькампу мне нравится брать клубнику арбуз тоже вкуснее фруктовом магазине поэтому взяла вот такую четвертинку арбуза его кстати при мне порезали вот не дотракиваюсь до него потому что впереди была бабушка ну как знаете нас как происходит фруктовый магазин внутри стояла бабушка я стояла снаружи и присматривала что я хочу потом еще подошел мужчина тоже от меня в двух метрах говорит вы стоите в очереди я говорю да вот хорошо вот потом бабушка вышла из магазина зашла я чарли на улице и он у меня привык знаете я его оставляю вот так с поводок внизу и он у меня ждет взяла значит арбуз четвертинку мушмалу килограмм она не помню сколько стоит два с чем-то она у нас стоила бульса банан бананы стоит евро двадцать пять евро 07 чё это может быть арбуз в общем не знаю не знаю чё почем бананы два авокадо взяла килограмм наверное муж малый а по 2 60 мушмала это тело с лишним у меня там все в общем вот так хотя фруктов то есть вот смотрите яблоко одно осталось груши еще не совсем поспели киви вот поспел поспели лишний я жду когда черешня начнется что прям вообще сейчас быстренько сготовлю себе покушать ну и мужу хотя чуть готовить ничего не надо все есть у меня шашлык вчерашний остался ребрышки овощи есть фунчозу может быть сейчас не фунчозу а вот эту рисовую лапшу а муж захотел супчик вот я достала вчера бульон из заморозки и насыплю туда немножко лапшички такой сок будет а смысл я не рассказала что полиция уже наверное не знает кого штрафовать того кому останавливать кого непонятно что потому что с детьми можно гулять за продуктами можно идти вот но с собаками всего 50 метров то мы будем их останавливать и спрашивать выполнять свои обязанности так что вот так вот представляете мысль вам донесла а то я говорил говорила к чему я это говорила фиг его знает я приехала валькампо там находится и сейчас русские продукты мне тоже кое-какие привезут но не мне там всем девчонкам и увидела что вот этот магазин с красками открыть хочу кое-что посмотреть если будет я вам скажу что хочу а еще у нас там электродоместиков там тоже открыт но я думаю что они грузят только к открытию наверное газ до готовится не знаю открыт чем нет того что я искала вот сейчас немного я пораньше приехал как всегда город облагораживают народу мало смотреть обычно эти парковки все заняты еще на улице как-то похолодало что не пойму ветер какой-то холодный друзья вот сзади машина но аура трое отру и мучать и ёйка парке его йора семана паса перо этого строя утра мучать но пасана видите сзади машина и там короче ребенок застрял в машине полиция вот они тут ездили кстати это те же самые полицейские которые остановили сегодня мне говорили что собака нельзя женщина вроде разгружала и машина захлопнула с ребенком внутри что они там делают не знаю видите машину начинает бибикать мужчина подошел я на следующей неделе на той неделе сама же ездила за продуктами и он вот сейчас подумал что это опять я привезу смотрите интересно что они будут делать я так симулирую надо как-то открыть может быть ребенку сказать ребенку годика два наверное три машину открылась зачем-то ключи оставила машине и захлопнула дверь и все и не может никак открыть машину вот риндец они все еще там не знаю как они будут открывать машину видите это еще хорошо что себя ребенок ведет хорошо и он не нервничает а так представляете если бы ребенок кричал то было бы вообще тренде я дошла даль кампу вот смотрите тесто и смотрите дрожжи какая большая упаковка 480 грамм 319 стоит находится вот где где пирожные все в общем вот так даже вот для того чтобы сделать рулеты база есть смотрите видите но отсюда я выезжаю тут мне ничего не надо навела себе навела или разве чаем чай в общем а заварила навела перестановку тут делают тудым сюдым вот все это надо там вот фрукты в общем не знаю куда все деть завтра я хочу помыть микроволновку вот эту штуку вот там все разобрать там разобрать для этого мне нужно было найти я давно уже хотела себе у меня еще есть шкаф такой высокой который хрен залезешь тоже туда на верхней полке и вот я что сегодня себе приобрела вот такую вот лесенку так а высоко сижу далеко гляжу ой там такой бардак не буду вам показывать я когда залезла и чуть не офигела смотрите как удобно они такие широкие лестницы в лидале максимум 150 килограмм ну меня 80 я вешу так что нормально прикольная давно хотела такую лесенку еще в лидале взяла вот такую сумку себе покупку магазин сходить я давно уже не пользуюсь пластиковыми мне кажется оригинально мешковина что-то евро с чем-то стоило прикольная сумка ну и так сахар муку немного сегодня покупок сделала но с русского в магазина мне что кое-что привезли сейчас похвалюсь в общем из русского магазина мне привезли семечки 350 здесь 300 грамм морскую капусту я обожаю морскую капусту вообще 350 250 грамм вареники с лишний не знаю сколько стоит не помню и скумбрию копченую 5 евро стоит одна такая рыбешка пахнет нереально вкусно такая рыбешка вот так что на завтра можно запланировать картошечку в мундире так еще что то что там а нет ничего все больше ничего не купила а а я купила сегодня себе знаете чай попробовать вот такой вот в лидере а его нет валькампу вот такой мандарин зеленый чай мандариновый что-то я не по-моему не очень пахнет а нет пахнет мандарином вкусно там но хоть а нет 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 вру вру еще думаю что то еще было знаете никогда не любила халву вот честное слово вообще не любила прям даже можно сказать ненавидела а тут сплю и вижу халву вот сплю и вижу вкусовые все-таки как это вкусовые рецепторы до меняются с возрастом я вот раньше ненавидела мед сейчас я его люблю и вот купила вот халву естественно это я на завтра оставила так вот халва 2 евро стоит я уже попробовала и правда люблю очень вкусно видите подсолнечная а раньше терпеть ненавидела как так как же быть как быть что-то шоколадком я переборщила муж купил еще шоколадку думаю что у него нет а у чувство счастья я говорю лопай лопай чтобы этот как это депрессия не накатила от этого карантина он вообще не выходит ни разу не выходил на улицу это чё я пойду ну чё я побегу здесь чарли погулять и чё говорит ему работать охота ему чё-то куда-то то это говорит погулять тут да ну нафиг лучше на крышу под поднимусь и все так вот и живем буду чай пить а еще вот я знаете что думаю про это вот столпотворение вчерашние когда люди все кинулись на улицу как будто бы они не выходили никто все 45 дней все это неправда в испании почти в каждой семье но почти вот в каждой семье есть собака собаками гулять было можно я сто процентов уверена что выходили все и родители или один день папа второй день мама с собаками все гуляли то есть это вот прям а я не выходила на улицу 45 дней такого не может быть я говорю мой муж не выходит тому что он не хочет ему не интересно а если вы хотите вот как вчера ходите гулять то это вот это вчера было это что-то какое-то вот знаете больше никак не 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 могу это объяснить потому что все выходе у каждой у каждой семьи практически есть собака и вот я не знаю почему они вчера все семьей римнулись гулять и в этом объяснение нет просто какие-то без 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 ответственные люди вот это мне такая мысль пришла я быстрее ее решила с вами я и решила с вами поделиться смотрю на мусор не на мусора на посуду не мытую надо сказать чтобы это пора уже мыть посуду я уже позанималась чарли кружочек дала пойду красоту смывать кстати надо рассказать вам что там случилось с той девочкой с ребенком в машине где полиция стояла в общем я слышала не по телефону там разговаривали что она женщина позвонила своему мужу и должен муж был привести второй ключ ну вот пока стали полиция с этой женщины стояли ждали мужа полиция увидела парня который нам все это привез на всю еду а вот и короче его штрафанули представляете на 600 евро охренеть вообще за то что он нам привез еду я не знаю что что он даже не знаю что не знаю как как выкручиваться было бы в этой ситуации но он растерялся в общем полиция нас увидела даже он не нас мы все разошлись потому что я уже ушла мне потом только позвонила вот кристины сказала что его оштрафанули после того как все уже он привез тому же человека 43 было или что я не знаю как-то в общем непонятно сейчас полиция я не знаю как люди ходят вот других посмотришь по пляжу шастают сейчас действительно у нас то ли город такой полиция буквально как это высматривает тебя сейчас пошли с чарли на пятачок на наш там дети играют двое с собакой бегают прыгают ну естественно я ушла своего пятачка думаю чё я там с ними буду тусоваться нельзя опять скажу полиция где-нибудь под приедет меня и это поэтому ничего мы лучше подождем 4 дня до 4 дня подождем и потом будем гулять надеюсь если нам эти безответственные родители не испортят все вот и заражаемость не повысится и пойдем гулять уже спокойной душой знаю что никто нас не не аштрафует что никто нас не будет ругать да 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 у меня такая вот такая вот история друзья пишите у вас такой бывает вас штрафует полиция вас гоняет нас гоняют сейчас собакой под легче взять пакет какую-нибудь сумку и пойти у меня новая мешковая есть завтра возьму на плечо повешу и пойду шататься по городу говоря что я магазин за продуктами а я не могу иначе но это все разговоры вот да всего вам самого наилучшего сегодня у меня какой-то прям такой продуктивный день получился а завтра уборкой буду заниматься на кухне и всем пока пока как это будьте здоровы и живите богата а мы уезжаем до дома доходы